Итак, мы имеем в нашей модели общество из семей суверенных, в себе зажатых. Эти семьи объединены в общество. Семьи объединяются в общины, общины вечевые, с вечевой структурой управления, вечи, где все главы семей, которые представляют их интересы, по большому счету одинаковые, нет никакой иерархии. И множество таких вечевых структур, довольно омолвшенных, но испытывающих притяжение друг к другу, в чем, опять же, личных отношений у нас тут развиты. У нас нет индивидуализма, тяготеют друг к другу. Система управления такими амошными, огромными образованиями выстраивается как бы извне, призывается князь. И чем больше, значит, эта структура, тем побольше у этого князя больше власти. Ну, это власть, во-первых, военная, военная, обязанность у него судебная. Я не буду судить. Судебная. Ну, пока как минимум две. Потому что Рюрика, ну, так и призвали, значит, велика наша земля, богата, да, но нет в ней ничего, наряда, да. То есть не порядка, как там, уверенцев перевел, а наряда. Служившие в армии знают, что слово русский наряд – это распоряжение. То есть некому давать приказы и указания, как бы, значит, поэтому нет нарядов. Вот. Вот так вот. Ну, и, в общем, такое общество у нас возникает. Есть общество, есть власть. Вернее, власть и общество. Ну, значит, наше общество, наши семьи, чтобы жить, чтобы существовать, ведут хозяйство. Вот, ведут и все, да. Пока у нас хозяйство простое, натуральное, все, что производится внутри, там же потребляется, все хорошо, значит, да. Значит, но, значит, это до той поры, пока не возникают излишки. Как только появляются излишки, вот, товарные, продуктовые хотя бы, то появляется возможность, например, оплатить услуги, например, ну, кузнеца, да. Верем, кузнец. Самое первое там разделение. Кузнец. Кузнец сам на сеть не пашет, он обслуживает нужды наших домохозяйств. Вот. Вот так вот. Ну, потом кто появляется? Вот, примерно, так сказать, еще больше излишков появилось. Взяли, поставили, ну, например, учителя там, ну, там, священника, да, потому что, ну, кто-нибудь учителем. У нас было обвинение в клерикализме. Учитель, да. Потом кто? Агроном, да. И все эти люди, да, ну, или, скажем так, целые общественные слои, которые у нас возникают, они живут за счет труда. Труда нашей общины. Ну, опять же, этой общины... Они не за счет труда, а община живет за счет труда. Не, 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 погодите. Я говорю, труд тут, вот, нам надо поесть, нам надо построиться, нам надо одеться вот в рубашку, да? Построиться надо иметь инструменты? Не, не, погодите, погодите. Без кузнеца, без учителя мы можем спокойненько жить, да? Есть женщины, есть навыки у нас. Мы сами там с усами, да? То есть домохозяйство может себя обеспечить, да? По большому счету, да? Что дает выделение кузнеца? Оно дает, оно дает повышение, ну, скажем так, улучшение качества инструмента, да? Повышение предстоятельности труда, конечно. Да, и на плотник, да? Плотник, да? Я сам могу срубить дом, к примеру, да? Но если у меня хватает, чтобы прокормить семью, у меня есть излишки, да? Ну, вот я могу нанять... Во-первых, не все могли и умереть это сделать, по большому счету, в качественной реферации. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что только одни жили за счет других. Нет, нет, однозначно. Он заговорился. Я не говорю про историю, понимаете, вот история вот эти, отсылок к истории, да? То есть пусть она будет, вспоминаем, да? То есть это узнаваемо, эта картина, да? Вот если скажем, что там, так сказать, прилетели, взяли там про компьютеры, там, в Древней Руси, это будет неузнаваемо. Я хочу, чтобы это узнавалось сейчас, да? Я показываю некую модель. Понятное дело, она, значит, абстрактна, она, значит... Идеальна. Она должна быть привязана к жизни, в той или иной степени. То есть смысл, да? Смысл вот этих, значит, людей в том, что они сами не сеют, не пашут, да? Получают удовольствие от нашей поземельной общины, от нашей домохозяйства, да? Но их деятельность улучшает жизнь, вот, нашей общины. Вот, повышает производительность труда, да? Улучшает образование, да? Опять же, там, да? Так сказать, улучшает качество избы тоже самое наше, если плотники, хорошее дело. Там, печник, ну, печник, да, например. Плотники все... Это, например, когда-то занимался печками, да? Печник, да? Очень важеный человек. Ну, например, так сказать, один печник обслуживает сразу несколько деревень, да? И там, и там кормится, да? Вот. Чтобы прокормить одного печника, вот это объединение должно быть достаточно большим. Ну, кузнец, да, в каждой деревне живет, да? Учитель, тоже такая фигура, ну, она возникает гораздо позже, чем печник и кузнец, вот. Тем не менее, эти люди не занимаются производительным трудом, в том плане, что они сами себя не кормят, да? Они не занимаются производительным трудом, они не занимаются добычей пищи. Ну, в прямом смысле. Ну, скажем так, вот этот переход, да, они себя прокормить не могут, сами себя, они не добывают пищу, да, и именно вот этот момент, да, я считаю важным преобразованием сословий, то есть таким образом выделяются сословия из общества, из нашей общины, да. Понятное дело, что мы привыкли назвать сословиями дворян, те же самые учителей, священства, купцов, да, которые, ну, в принципе, ничего не производят. Самое первое разделение было в тот момент, когда община призвала вооруженных людей для их защиты, вот тут возникла сословия. Не, не, здесь возникла власть, то есть, не, не, минутку, минутку, здесь вот самое важное с князем, да, вот этим, с князем, да, вот этим, с князем, да, властные отношения, да, вообще... Нет, отношения-то властные, только сословия возникли в этот момент, когда возникли вооруженные люди. Я с вами согласен, ни кунец, ни пищник, ни кто-либо еще, никакие сословия они не порождают. Не, 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 погодите, 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 то, что мы привыкли называть сословиями, это одно дело, я говорю, как оно возникает, да. Возникло в момент, когда возникла вооруженная... вот она вот так не возникает сословие в чем смысле в том что мы выделяем человека до людей которые занимаются по определенному какому-то признаку профессиональному узкому захватывали деревню грабили и не бежать жили на это вот были военные военные потом привали к родиную структуру ну погодите я с вами согласен а тем она интегрировалась или захватила власть уже это уже вторая вопрос захватила власть или интегрировалась мужчиной погодите и князь стал ну погодите господа ну почему вы не поднимали не перебивайте давай это с конца начнем что за ну да да и деды и деды подожди давай с конца вот к чему как они пришли так значит значит выделение выделение значит каких-то значит особых слоев которые значит кормятся за счет общины так сказать это основа образования сословий вот и конечно же государство у нас власть тоже создает свои сословия там да например там дружинники там да дружинники там чиновники чиновники потом например кто значит архитектор может только позволите там архитектором содержать князь там да потому что храмы строят архитектор значит опять же подготовка например кузнеца или там песняка это одни деньги да а чтобы архитектор надо целое сословие ученых людей содержать так сказать столетия проходит прежде чем так сказать не всякая цивилизация могла содержать архитектор которые могли бы строить каменные храмы например византия могла себе такое позволить 2 ветви образа возникает некая некая цепочка сословий сословий структур сословий да А это возникает из общества. Тоже сословия. У Кордунского вот эти сословия называются титульными, а то, что обслуживает народ, можно соотнести с нетитульными сословиями. Он тоже их разделяет, но у него, например, некоторые сословия, которые получают деньги здесь, например, ученые, они сейчас на здесь получают. Раньше ученые были здесь, потому что эти два сословия делятся по принципам получения денег из общества или от государства, от власти. Да, по большому счету. Идет процесс, что если свободное образование сословий происходит у нас в обществе здесь, например, музыканты дворовые, мы им приходим, даем денежку. Как раньше, давай денежку кузнецам, к примеру, или уличный художник. Они сейчас распространены. Придет государство и скажет, а ну объединим всех в Академию художеств, ну вторую, скажем так, и мы их запишем сюда. В Академию художеств, в уличных художников. Вот, шампакт образуется сословие. Сословие – это объединение людей, объединенное их существованием каким-то смыслом определенным. Вот. Это главное первое понятие. То, что им, значит, даются деньги, ресурсы, как у Кордонского, ну, нечто это вторичное. То есть это та материальная база, на которой мы не существуем. То, чем князь, ну, или царь, или там государство занимается сейчас, да. Вот. И, да, идет образование сословий отсюда, значит. Вот. Мы получаем сословное общество, значит. Оно отличается от классового. А классовое – это что, опять же, когда мы классифицируем по одному признаку. Здесь у нас не возникает классового сознания нигде, по большому счету. Да. Вот. Ну, например, у нас бояре, дворяне, да. Бояре, там, ну, галита, она тоже где-то здесь находится, да. Да, они, значит, больше там имеют, да. Но, по большому счету, они ничем не отличаются от того же кузнеца, повара, ну, да, вот, так сказать, или того же дружинника, там, да, или от печенька, да. То есть и общее сознание в русском обществе, ну, так сказать, было в том, что все под Богом ходим. Вот. Это, чтобы это выражало, выражало равенство всех людей. По сословной ветке, ну, иерархия, скажем так, сословная иерархия не была связана с властью, вот. То есть, ну, скажем так, учителя не подчиняются боярам, там, да, печеник не подчиняется, чем, так сказать, дружинникам, к примеру, да. Нельзя сказать, кто кому должен подчиняться, да. То есть это, как бы, плоское общество, да. В случае с классовым обществом, когда у нас, там, классифицируем людей по возрасту, там, например, как мы писали, там, 50 лет, 30 лет, да, 20 лет, да. Или, например, так сказать, потребляет, например, зарплата, там, 2 миллиарда, да, доход, там, 1 миллион, да, и, там, и доход, например, там, 10 тысяч. Нет, тысяча. 10 тысяч рублей, вот, рублей, да. Вот, миллиард получаешь, высшее общество, миллион, так сказать, долларов, ну, там, средний какой-то класс, ну, у них, там, за рубежом, да, так сказать, меньше 10 тысяч, да, да, где-то там внизу, да, вот, вот так вот. И, значит, моя гипотеза такая, что, в первую очередь, в первую очередь, вот, люди, которые обладают вот этим классовым сознанием по возрасту, да, они могут перейти к вот это классовое сознание при замене вот этого признака, да, ну, может перейти в классовое сознание по принципу потребления, да. Да, наличие клановых структур в западном обществе, ну, это подтверждает, что когда-то у них были, вот, так сказать, когда-то были кланы, ну, исторически это все понятно, так сказать, просчитывается, это видно, значит, и у них классовое сознание не потому, что, как пишется Кардунский, развиты рыночные отношения, да, а потому, что у них оно просто было, да, вот, их общество возникло из объединения кланов вот с этим классовым сознанием, вот, и, значит, это же объединение кланов породило феномен разделения властей, вот, вот русскому человеку, да, царь Батюшка, там, Владимир Владимирович, власть, есть власть, власть где-то там есть, да, ну, вот, и она едина, по большому счету, и сейчас, да, вот она едина, она есть, да, вот, Владимир Владимирович, там, или царь Батюшка, да, вот, значит, значит, за рубежом, в Западной Европе, у них есть разделение, например, власть муниципальная на уровне округа, да, которая муниципалитетовна и государственная власть, и в муниципалитетах, на уровне вот этих общин, ну, как они сейчас существуют, это реальная власть, настоящая власть, да, и она ведет свое происхождение из власти клановой, вот, вот так вот. И, когда нам говорят, что давайте, вот, мы нашу единую власть разделим на какие-то, и у нас, как бы, все получится, там, да, будем жить, как на Западе, не получится, да, нам нужно, тогда, чтобы у нас было классовое сознание, у нас были клановые структуры, которые были объединены с помощью насилия, внешним воздействием, да, вот, и тогда, ну, как было на Западе, вот, вот, например, король объединял эти кланы, вот, полностью он их подавить не мог, ну, в принципе, даже мог подавить, ну, как бы, тогда кланы уничтожались, и смысл пропадал, да, вот, и всегда происходил торг между властью внизу, низовой властью, клановой или остатками ее, вот, она могла переходить в корпоративную власть, например, там, цеховую, вот, вот, или появлялись структуры властные, ну, например, в сословиях, вот, вот, так вот, и, как бы, всегда был торг между, так сказать, верховной властью и властью внизу. Вот, вот, у нас этого нету, вот, ну, например, пример, да, пример, если сравнивать земский собор российский, да, который занимается чем? Согласованием интересов внизу, да, вот, и принципиально не происходит столкновение интересов, вот, то, например, тоже парламент английский, вот, как он возник? Причем парламент называется, вот, а это, значит, парламент, потому что это собрание парламентюров, да, то есть были там джентрии, вот, джентльмены, вот, были йомины, так сказать, мелкие земледельцы, и, так сказать, были лорды, вот, вот так вот, власть короля. Вот, три вот эти силы, так сказать, джентрии опирались на народ, лорды опирались, так сказать, на свои корпоративные, вот, эти шум-клановые структуры, и был король со своей верховной властью. Вот эти три силы, значит, сходятся, договариваются, принимают решение парламентюры, сошлись парламент, да, вот, что они решали? Они решали, опять же, распределение налогов, вот, решили, значит, хорошо, разошлись, вот, король нарушает, или лорды нарушает, опять война. А в чем смысл называния феода кланом? Я не говорил про феода, я говорю про клан. Я, 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 я спрашиваю, как это соотносится, клана, важное понятие в вашем разговоре, и, и феода, феодального устройства общества. Я передаю, я к феодальным еще не приходил, так сказать, вы совершенно правы, что из кланового общества, да, из кланового общества, да, порождается феодальное общество, да, вот, подумано о том, как кланы разделены между собой, да, и вот это сознание классовое или клановое, оно присутствует у людей, которые, ну, вынуждены объединиться. Вот, это очень сомнительный аргумент, представляете? Ну, ну, погодите, ну, есть феномен такой, что, значит, значит, феодальное осознание, да, то есть, так сказать, так сказать, так сказать, что феодал суверенен у себя, так сказать, в феоде, по большому счету, да, и он отделен от верховной власти, да, у нас такого не было, да, у нас в этом смысле не было феодалов, у нас, соответственно, не было и замков, как выражение феодализма, не помню, какой историк, значит, советский, он везде ищет, хочет найти замок, да, историки меня рассказывают, кто-нибудь приедет на раскоп, раз, и вот это замок, нет, это там храм, или это что-то другое, да, то есть, в принципе, тут, если бы, что нашли бы здесь, он бы нашел замок, это было бы подтверждением, что у нас был бы феодализм, ну, были феодальные отношения, ну, у нас нет этого материального выражения в виде замка, у нас нету описания этих феодальных отношений, вот, вот так вот. Я склонен производить феодальные отношения и именно из клановости, вот. Как они там происходят, это другой, ну, или, скажем так, тип отношений очень похожих. Почему принципиально, пожалуйста. Там главный принцип суверенности, одного клана другого, вот. Да, да, и суверенность клана от власти верховного правителя, клан, поступая под власть правителя, все равно сохраняет свою суверенность, вот. В клане нету плебса. Ну, плебса. Плебс был... Главное держаться на вертикальной связи. Если ее нету, то все рассыпает. Совершенно верно. Ну, я это показывал, значит... То есть, это гипотеза славная, у вас абсолютно не рабочая. Ну, автор объяснял, сейчас целый час это клана. У него своя, так сказать. Я вам потом могу пояснить немножко, значит, сейчас просто не буду останавливаться. Вот, значит, в том случае, когда мы имеем общество, построенное на клановом, на классовом сознании, мы получаем современное общество на Западе или корпорация. То есть, корпорация так же, как кланы строятся, имеют свою, значит, вертикаль, вот, которая имеет власть определенную, да? Вот. Эти кланы, так сказать, имеют большую долю суверенности, вот эти кланы имеют. Они друг с другом воюют, значит, чтобы не воевать, ну, там берется славенький король, например, который занимается регулированием отношений между кланами. Зерковная власть, да, она занимает, вот, то есть, большая часть, значительная часть власти перенесена внутрь кланов или внутрь корпораций, как и сейчас, да? Ну, тогда, когда общество строится из общин, которые слабо структурированы, имеют, так сказать, управляются вечевыми принципами, то есть, общими собраниями, как у нас, значит, чтобы собрать это общество воедино, да, нужно гораздо больше власти, и фигура правителя, будто там, царем, князем или генеральным секретарем, значит, гораздо больше. То есть, вот эти два принципиальных различия, вот, то есть, то, что я хотел показать. Вот. Если мы начинаем сравнивать классовые принципы западного общества и сословные принципы шамурского общества, то становится понятно, что принципы классовые начинают, привнесенные сюда, разрушать наше сословное общество. С другой стороны, сословные принципы, привнесенные туда, они начинают подавлять их свободу, вот. Ну, то, как они привыкли ее видеть, вот, то есть, их принципы. Так сказать, и то, что сословные структуры, ну, по истории Западной Европы видно, что... Так, мне непонятно, почему они это сам, почему привнесение из одного общества в другое невозможно. Вот, как вы говорили, вот, только в том случае, когда есть вечевое, у них, в принципе, то же самое, что и здесь клановое, только... Потому что, в принципе, то тот же, опять же, то же самое вече, то есть, опять же, а здесь, в качестве вещи выступают там некий набор лиц. Смотрите... На Западе общинность, на самом деле, вы же сами сказали про муниципалитету, да? Вот общинность на 2 порядка сильнее проявляется, чем Россия. Давайте про модель говорить. Вот вопрос задан, да. Когда у нас общество собирается за счет согласия, да, вечевой принцип, да, вечевой принцип, мы, так сказать, вече собирается, должно, так сказать, учесть интересы всех членов общины. Вот принцип вечи, да, земский собор должен учесть все, вот, земский собор собрался, да, он должен учесть интересы всего общества, всех слоев общества, да, всех сословий, вот, вот, так вот. В случае, когда у нас есть корпоративная власть, вот здесь, вот, вертикаль, так сказать, все вопросы решаются чем? Решаются здесь, да? Решаются за счет применения власти. Или здесь решаются, или здесь решаются. И смотрите, значит, что произошло в случае, когда была организована Государственная Дума, вот, ну, я говорю, когда Николай Второй даровал, да? Вот, он принес, значит, были взяты принципы английского парламентаризма, которые были направлены на убирание войны между кланами, на самом деле, между вот этими, там, ну, или кланами, или, так сказать, тремя блоками ихнего общества, да? Вот здесь возник парламент, по-большому счету, их парламент. Их принципы были направлены на то, чтобы, так сказать, гражданскую войну, по-большому счету, перевести в войну, в вашем парламентскую, да? Вот, через там соревнования и так далее, да? Там это, безусловно, согласен, огромное прогрессивное значение и жизненно важное, да? Когда мы такие принципы начинаем переносить в такое общество, да, вот, и искусственно разделять, да, вот здесь вот, да, то есть требовать не единого мнения, а создавайте партии, да, как была в Госдуме, там, да, боритесь, там, да, вот, то эта борьба внутри Государственной Думы, в конце концов, перешла в общество, ну, и, так сказать, общество было разрушено, да? Извините, вы говорите, если вы сравниваете с нашей Государственной Думой в Российской империи, она была, Первая Дума формировалась по сословиям, да? То же самое, как вы рассказывали, только у нас было пять сословий, в английском парламенте вы назвали три сословия. Тут какое, нет, отличие, в количестве что-то, как-то очень непобедительно. Были другие задачи, вот, были другие задачи, так сказать, у Госдумы и у Земского собора, я думаю, что в тех условиях созвать Земский собор было невозможно даже. Почему? Потому что была путаница в сознании людей, то есть общество не было вот таким единым, да, то есть я понимаю, это модель, это как бы идеал, да, но как и это тоже идеал, на самом деле. Да, это очень интересно. Ну вот это, действительно, интересно слушать твой доклад, и я вижу, что очень редко набьешь такой яркий пример, как бы, ей определяется знание. Ты вот расскажи пару слов о себе, что ты живешь в Саплино, выращиваешь гусей, ты живешь в православной, у тебя практически патриархальная семья, да, любящая друг друга, мой отец, дети и так далее, да, ведь все ведь так, да? Ну, конечно, я могу. Да? А это еще не правда. Что? Конечно, это неправда. Нет, почему, это же так уже все, да? Я горожанин, всю жизнь прожил в городах. Ну, а в Саплино? В Саплино опыт, решил поехать туда и, так сказать, построить там домик и развести побольше перепелок, потому что... Ну, ты же живешь сейчас в Саплино? Да, да, живу в Саплино. И чем больше... И давно. И давно. 10 лет. И чем больше я занимаюсь перепелками, козами, курлицами, курами, значит, тем больше тянет меня обратно к философии, на самом деле. Вот, то есть философия мира. В город, да? Не в город, нет, нет, философия. Да, то есть ты вполне воцерковлен, да? Ну, да, надеюсь, что... Совсем, то есть соблюдаешь и пастыри, и все эти вещи. В меру своей, да, скоченности. Да, входишь в церковную общину, да? Ну, как вот это... Община, я редко в Саплино. Ну, ты же видишь, а? Крепко нет. Крепко община в Саплино. Ну, это не имеет отношения к этому. Нет, это важно для нас. Да нет, ну, как бы, теоретические воззрения, может быть, вообще, каким-нибудь сатанистам, какая разница, не понимаю, это, по-моему, не имеет никакое значение. Соседи часто заходят, там, где-то предложили, на собрание приглашают, там, к нам, к одни и другие соседи. Ну, посмотрите, или просто письма приходят, что вот приходите, собрание у нас там такое, будем обсуждать актуальные вопросы. Посмотрите, почему я переехал в Саплино, например, ну, вот, на землю, там, да, вот, тоже из отношений, да, например, когда в городе мы живем, мы все разделены. Да, в Саплино. Да, или объединены по каким-то, по интересам. Вот, у нас, ну, по большому счету, маленькая община, да, но мы какому-то по одному признаку объединились, по большому счету, здесь. Вот, а, например, когда живешь в деревне, да, там принцип объединения по-соседски, то есть, вот, если ты сосед, да, мы вынуждены, мы должны жить вместе и по-соседски помочь, пусть мне человек не нравится, или я мне презираю, ну, есть такие, там, да, есть друзья-товарищи, там, да, но мы друг другу по-соседски все равно помогаем, мы должны помочь, да, вот, то есть, вот эти отношения в деревне, ну, как в деревне, поселок, да, 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 они есть, и, как бы, очень интересно. Вот. Ну, хочу рассказать такой пример из жизни, ну, бизнес-сообщества. Вот. То есть, чем отличается, опять же, западный человек от русского человека, здесь и сейчас, да, компания «Золотая семечка», значит, известная, они сначала просто продавали чужое масло, потом решили сжимать собственное масло, значит, на маслобойнях, построили маслобойню, а потом решили, будем мы производить эти семечки, на самом деле, купили землю, значит, и давайте, будем работать, вот, людям, значит, да, как их мотивировать? Ну, они, люди корпоративные, понимают, западная модель, да, товар-деньги-товар, давайте мы им деньги дадим, да, ну, вот, а вы работаете, причем, были готовы все что угодно, да, то есть, поднять уровень жизни, да, то есть, тот случай с классовым сознанием, да, то есть, вот, я вначале говорил, что, значит, сейчас деление на классов, на класс идет от уровня потребления, ну, в принципе, вот, и Симон Кардонский это прописывает, то есть, чем больше человек потребляет, тем он больше, значит, выше класса, да, то есть, подразумевается, что человек должен потреблять, да, и даже человек в сословии, да, не выполнять какие-то свои функции, да, опять же, потреблять, так сказать, ресурсы, которые дает государство, то есть, человек-потребитель, да, вот они пришли к такому человеку-потребителю и далее, люди не хотят работать, ну, просто не хотят работать, да, вот, они уже пытались говорить, не лентяй, потому что, сказка ложь, давний намек, добрым волосам урок, это ложь. Правильно, ну, добрым волосам урок, какой намек-то, что, ладно, сейчас я расскажу, какой там намек сказки, вот, и, значит, ну, это просто реальный случай, здесь в интернете там выложен, менеджеры писали, вот, и, они пытались предлагать, ну, как бы, что, давайте дорогу заасфальтируем, да, может, вам машину каждому надо, да, сделаем условия, вы заработаете себе на машину, да, вот, как горожане, да, вот, мы тут живем, смотрим на уровень потребления, что вам важно, да, вот, крестьяне говорят, хитро смотрят, и ничего не это, ну, непонятно, да, вот, то есть, деньги-то возьмут, ну, пойдут пропьют, да, или подрядятся, ну, мы не сделаем, да, вот, ну, москвичи, так сказать, ребят упорные были, они пригласили психологов и сказали, выясните, чем их можно взять, этих русских людей, мужиков, современных, чем их можно взять, да, выясните, психологи начали проверять, проверять, значит, а как проверять, то есть, ну, дают какой-то посыл, да, человек должен на что-то клюнуть, на что-то повестись, да, вот, и потом психологи сами признавали, что было такое ощущение, что не мы их проверяем, они нас проверяют, то есть, простые крестьяне переигрывали, да, вот, и они, в конце концов, выяснили, что нужно русским людям, да, даже не назову крестьянам, потому что механизаторы, там, сплошняком, а еще, вот, выяснилось, что люди, современные русские люди в деревне ценят личные отношения, вот, 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 вот по-соседски я пойду и сделаю, там, да, вот, если будет ко мне личное отношение моего руководителя, я для него все сделаю, ну, вот, вот так вот. То же самое было, значит, есть в описании, по-моему, Энгельгарда, когда, или Пустовского, ну, вот, письма из деревни, когда, значит, пытается, значит, приехал в деревню, ну, человек из Государственной Думы, опять же, который призван наблюдать за деревенскими делами, изучать их, вот, и он решил серьезно свое хозяйство вести сам, хозяйствовать. Я говорю, крестьянин, ну, давайте, дарь денег, сделай мне тут, ну, тебе же, да, вот, крестьянин ему заряжает огромную сумму. Он говорит, ну, как, это ж дорого, так сказать, я лучше рабочих из этого привезу, как его, из города, да, вот, я тебе, как бы, тебе хочу деньги дать лично, Ах, лично? А лично я тебе бесплатно сделаю. Я говорю, как бесплатно? Вот лично тебе, мой сосед, я тебе бесплатно сделаю, ну, когда уберу свою эту, как его, ну, вот, вот так вот. А если за деньги, ну, это цена будет такая вот. Ну, вот, что, значит, личные отношения, и они до сих пор сохраняются, вот. Вот. Например, этой золотой семечки, да, вот. Коммунисты чем взяли? Сколько там ни резали, ни убивали, ну, не удавалось подавить русских людей, да. Стали организовать колхозы комиссаров вовнутрь, партийные деятели были вынуждены жить вместе с народом, родиться под народ, да, и тогда эта система заработала, да. Ну, вот. Когда пошли личные отношения управляющего и людей, значит, вот. Это, вот, это к вопросу, что значит личные отношения. И вот та вот дама, которая, музыкант, которая почувствовала, что ей вместе с деньгами ей не проявили личного отношения, да, мы ждем, когда вы будете играть, да, вот, не проявили. Вот. Для нее это перечеркнуло все экономические выгоды. Вот. И, ну, вот так вот. Ну, я считаю... Поэтому у нас в России бардак, да, и... Ну, предполагает, предполагает при личных отношениях, предполагает это равенство друг личности. Я тебе, как можно, экономика, потому что тебе неравенство. Да, 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 вот. А в случае, в случае, когда я тебе плачу, получается, что я изначально устанавливаю неравенство. Вот по поводу бардака, значит, я считаю, чтобы не было бардака, нужно к данной системе прилагать соответствующие методы управления личных, да. К этой системе надо тоже соответствующие личные, вернее, классовые отношения применять. Если ты добренький подойдешь, вот король, да, как царь-батчик придет, там, да, ну, ему тут же свернул шею, тут же, да. Вот мы читаем, там, Ричарда Третьего, Генриха Пятого, там, Макбит и так далее. То есть, как на самом деле железом и кровью управляется общество, построенное на основе корпораций, кланов, классов, вот. Вот так вот. То есть, нужно соответствовать методам управления. Если мы их начинаем смешивать, начинается бардак, да. С другой стороны, даже если мы тут все будем идеально делать, все равно будет у нас как бы элемент халявства, не спорю, да. Ну, в итоге русская семечка чем закончила? А панкрытая? Нет, золотая семечка, по-моему, кушаем, до сих пор это масло. Ну, тогда они как, в итоге договорились? Договорились, конечно, но они же нашли вот этот ключ. За ней бесплатно работают? Почему бесплатно? За деньги? Нет. Ну, главное, личное отношение. Ну, а как вы, я сейчас, я вот... Ну, а я же лично, какое-то набрание, посидел, посидел с ней, поговорил, попил водочки. Договорились. Завели специального менеджера. Набирали только специального алкоголика, чтобы могли пить вместе с крестьянами. Какого-то суток? Совершенно верно. Например, на стройке у нас директора работают почками. А, печенкой, печенкой. Печенкой. Да, спиртом, да. Приходят, и пьют со всеми подряд. Да, я, например, так не занимался этим. Думаю, почему у меня нет заказов? Ну, вот, может, что-то не так, это, понимаем. Потом посмотрел, не хочу. Поэтому в советское время ездили эти командировочные, да? Командировочные. И до сих пор это все происходит. Все равно на личных отношениях. Личные решаются. Потом, например, тоже пример личных отношений, значит, общества, например. 98-й год. Помните, да? Значит, убрали деньги из страны, абсолютно вынесли. Вот, и по идее, например, чем не только в нашей стране. Бартерные схемы? Возникли бартерные схемы. Больше нигде они не возникли. Другие экономики провалились просто. А, значит, российская экономика вдруг ворнула вперед. Потому что появились... Ну, значит, как он разогнул герой, если не до сих пор так дать не могут. Нет, нет, в 98-м году... Это был восстановительный рост. Не говорите дальше. Дальше вы говорите... Те же она. Как раз когда бартер начал отмирать, весь... Бартер? Начал отмирать тогда начал. Тогда и рвануло, как он ображается. Бартер была выношена, не отходить. А можно вам вопрос задать? Да, да. Таком все 90-е годы было. А потом как раз начал... Подождите, я вам доскажу просто вот тут, начну сомневаться, значит. Просто именно в тот момент были... Ну, факт в том, что не разрушилось. Должно было разрушиться. Другие экономики рушились, да? Ничего не разрушилось. Ну, погодите. Да ладно, не надо об этом спорить. Ну, погодите. Есть некая тема, зачем вот спорить какую-то и руку в один-в один-в один. Вот. Американские советологические институты им дали денежек, они поделили, что именно личные отношения между людьми, так сказать, сыграли роль. Не потому что бартер где-то был там в Африке, да? Нет, ну это да, бартер у нас был личных отношений. Да, да, именно после этого, значит, были внедрены в нашу культуру всякие, значит, телепрограммы и другие программы, разрушающие эти личные отношения, так сказать, третий лишний, там, Дон-2 и так далее. Именно вот так вот. И до сих пор это происходит. Ну, это вот о роли личных отношений. Ну, в бизнесе тоже везде личные отношения. Да. Договора не работают, там, несправедливо, там, но договора опьяняют, там, пытаться как-то запугать договорами, все, нигде не работают. Договор должен быть, опять же, подкрепляться личными отношениями. Нет, ну, просто даже если есть договор, ты, условно говоря, можешь кого-то там продавить по договору, ничего не сработает. То есть ты будешь там мучиться, там, это все не работает. Ну, конечно, я пойду к своим... И поэтому, на самом деле, все на речне стоит. Вы, последний вывод, я так понял, что вы против вас ставили, допустим, как вот английское общество, да, и общество русское или российское. Но российское общество, взять это, как это, империю, Советский Союз, сейчас, значит, послесоветское... Мы же существуем в рамках европейской культуры. И у нас нет противопоставления такого, как вы говорите. Там вот кланы, а здесь вот не кланы. То есть у нас одна и та же европейская культура. Сейчас я послушал, у нас не Кавказа. Нет, смотрите, культура это культура, я говорю про отношения в обществе. И отношения в обществе, да, соответственно. Культура как совокупное большое базовое понятие. Ну, например, только... У нас не европейская культура. И даже сами европейские. Давайте мы... Нет никакой европейской культуры. Можно минутку, значит, нашу... Я в ней расписал предположение, что мы живем в рамках европейской культуры. Нет, у нашей культуры... Значит, я обращаюсь к лектору. Если лектор с этим не согласен, он говорит. Если согласен, другое дело. Булат, а вы свой комментарий тогда дадите. Хорошо. Мне интересно будет выслушать и вас... Давайте поговорим про культуру, ну, политическую, общественную культуру, да? Нет, общество. У нас совокупная европейская культура. Мы в Российской империи, в Советском Союзе. Что значит культура? Способы... Способы решения проблем, да? Да, всего. Объясните, Александр, что вы понимаете под понятием европейская культура? У нас не китайская. Ну, объясните, что вы понимаете. Вот, я противопоставлю, я не могу сейчас дать сразу определение, да? Вот, у нас не индусская, не китайская. У нас вот так же... Александр хочет сказать, что мы читаем те же самые книжки. То есть, мы тоже читали. Да. Но проблема в том, что набор-то книжек... Вот есть европейская библиотека. Но набор книжек в России и, скажем, во Франции, он существенно разлится. Как ни странно. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос, а потом в книжке тоже очень интересно. Смотрите, значит... Смотрите, значит... Дело в том, что и в нашем обществе есть место и классовому сознанию. Но оно не доминирующее. У нас есть и корпоративная некая культура, да? У нас тоже возникает. Как, например, тот же момент с дедовщиной, да? Эти явления возникают. Конечно, есть классная ФСБ, армия, НКВ... Это со словами. Это со словами. Погодите. Погодите. Как есть и вот эта общинность, да? Тоже развита в Европе, да? Просто речь идет о чем? О том, что, так сказать... Если брать не модель, а конкретные страны, конкретные общества, да? То в каком-то обществе будет доминирующая вот эта модель, сословная, да? И вот эта будет подчиненной. Или даже вот классовое явление является для нас искажением, будут разрушать нас, да? Но они все равно где-то будут там на периферии, да? В Западной Европе, так сказать, ведущая вот эта модель, да? И все, что хороша для этой модели, да, будет приводить к развитию общества. Принесение туда вот этих элементов, да? Будет ее либо разрушать, вот, так сказать, либо сдерживать. Как в свое время, например... Ну, это мое мнение, и, так сказать, мнение, например, Симона Кордонского, который тоже соотносит, говорит, невозможно в обществе, например, это разделить, да? То есть можно как бы абстрагироваться от этого, да, и посмотреть на роли, да? Вот. Вот так вот. Но это все присутствие. И это, и это, да? В Китае согласен, там другое, или в Индии. Поэтому, так сказать, я не пытаюсь сравнить Китай с Россией, да? Вот, ну, мы с ними по-большому, да, ну, нам как-то и не надо сразу, потому что у нас, как вы правильно говорите, единая европейская культура. Вот, но если, например, брать в культуре, да, ну, тоже классический Шекспир, да, вот, там что? Ну, например, демократические институты, да? Если народ, да, в принципе, и сейчас, да, если, в общем, возникают какие-то проблемы с правами у народа, да, народ что? Идет, так сказать, и всячески демонстрирует свое несогласие. У нас что? Народ безмолвствует, да? Ну, у нас подавлено это, если сейчас, это подавлено. 15 лет назад было то, что было бы. То есть, это не очень сильный аргумент. Нет, там, если так не будет. Если брать Шекспира, если брать Пушкина, да, то есть, трудно представить, что Шекспир – это народ безмолвствует. Правильно? Да, сейчас, сейчас, понятно, что, сейчас пример, яркие примеры, когда люди там в Западной Европе выходят на улицу десятками тысяч и протестуют. У них это, естественно, нормально и работает. У нас это не работает. Почему у них работает? Потому что у них есть низовые вот эти вот организации, в общинах есть управление. То есть, власть у них есть внизу. И поэтому это срабатывает. То есть, они, то есть, идет сигнал от властных структур низовых, властных структурам верхнего, да? И если вот это уничтожится, да, общество у них не рухнет. У них есть внутренняя устойчивость, да? Почему нам, для нас это невозможно, и для людей, да? Потому что у нас вся власть вот здесь вот, да? Если мы ее пошатнем как-то, да, уничтожим, да, начнем под нее копать, вот это все рассыпется. Значит, у нас где-то община тогда получается? Вы это хотите сказать? Нам говорили, что у нас только община. У нас другая община. У нас община не может решать властные, государственные структуры. У нас община решает другие просто вопросы. Русский человек не может жить без царя. Это вы не можете жить без царя. Почему не может жить? Потому что если царя отдает, то все разрушит царя. А европейский человек может жить, потому что у них есть кланы, у них есть корпорации. У них есть парламент. Вот. Вот так вот. Все, да? Я совсем не могу. Описите, пожалуйста, как вы соотносите кланы с низовыми общинами? Ну, я могу начать заново, да, сказать? Да нет, и заново. Вы просто тогда, я слышал это, но там были большие натяжки вашему объяснению. Ну, все, да, тогда. Ладно, все.